В патрульной службе мы рассказывали о пожаре в жилом доме на советской площади Ржева. После возгорания в квартире произошел хлопок газа. Погиб мужчина. Как мы сообщали, по факту гибели человека в региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело. Но мало кому известны детали этого трагического происшествия. Первыми услышали роковой хлопок сотрудники вневедомственной охраны. Экипаж, который минувший воскресной ночью, проезжал мимо злополучного дома. Увидев, что подъезд пятиэтажки охвачен дымом, а из окна на втором этаже вырывается пламя, росгвардейцы позвонили в экстренные службы и, не дожидаясь их приезда, стали спасать людей из задымленного дома. Выводить людей пришлось практически на ощупь. Забежали в подъезд, где начали стучать в квартиры, поднимать жильцов и эвакуировать их на улицу. Они сказали, что дверь не могут открыть. Дверь была заблокирована. С одним из мужчин гражданским мы выбили дверь, забежали в квартиру, где находились две женщины и трое малолетних детей. Плачущих детей выносили на руках, успокаивали кричащих женщин. Одну из заевших дверей, чтобы вывести людей на улицу, пришлось выбивать. Уже после приезда экстренных служб, росгвардейцы, убедившись в безопасности людей, вернулись на маршрут патрулирования. Патрульная служба А вместе с ней изменился и формат исторических занятий. Организаторы музея стали сами приходить в школы и приносить с собой уникальные экспонаты, которые по крупицам собирали ветераны-десантники. Занимаемся уже в таком формате три года. Обычно приезжаем в школу и занимаемся с одной параллелью. Вот сегодня будет параллель полностью четвертых классов. То есть провожу четыре урока. Темы исторических уроков всегда разные. Сегодня в Тверской средней школе номер 53 Алексей Виноградов рассказывает о нашем великом земляке Михаиле Тверском. Он осознавал, что монголовому поражение в Бартининской битве не простят. Отправят сюда карательное войско. Принят несколько десятков тысяч всадников, которые просто для всех убьют. Он добровольно, ценой своей собственной жизни, спас нашу Тверскую землю от полного уничтожения. Вот такой у ребят был великий человек. В декабре мы праздновали действительно 705-ю годовщину победы в Бартининской битве. Сейчас, конечно же, сегодняшнее занятие посвящено эпохе Михаила Тверского. Но главный вывод в истории какой? Единство. Уроки надо помнить. Не перевирать историю. Особенность таких уроков – непосредственное приобщение к истории через костюмы и вооружение той эпохи самих ребят. Бангольский доспех. Кожевый, кстати, очень хорошо держит удар. Вот это монгольский шляп, так называемый волчья пасть. Ну вот скажите, это доспехи все-таки дикаря или профессионального воина? Ополченцы! Мужики! В земле кафтана хорошо случают удары. Закрыли голову, одели шапки, взяли топоры и пошли родную дверь защищать. С ребятами мы говорим на одном языке, потому что, а нам есть чем гордиться, нам не надо выдумывать историю, нам не надо писать что-то такое, чего не было никогда. Нам есть чем гордиться. Ну, первая победа над татаро-монголом в открытом бою на нашей земле, на нашей. Михаил Тверской вошел в историю как великий человек, правитель и государственник. Это является фактом. Гордимся, тверские, потомки тверских. В этом историческом действии принимают участие не только дети, но и их учителя. Современные дети, они очень далеки от нашей истории. И на уроках окружающего мира мы сталкиваемся с военными годами, да, и также на литературном чтении. Я считаю, что это бесценный вклад в наши знания. А вот что ответили о занятиях сами четвероклассники. Нравится? Да! Отметим, организаторы музея проводят занятия для школьников абсолютно бесплатно. И как можно полученное здесь знание переводить в денежный эквивалент.